Да, я прошу прощения. Я вот по поводу того, что я вам написал по этому вопросу. Есть ли в Библии место Писания, где говорится или написана молитва усопших? Нету этого. Этого нету. Действительно нету. Господь говорит... Нету, хорошо. А тогда я вот каждый, чуть ли не каждый день в связи с моей работой наблюдаю, как священники, попы в церквях, отпевания... Да что на них смотреть-то? Написано погружение, они не крестят. Деньги брать нельзя, они деньги берут за все. Свечи должны быть чистые, а у них как попало. Какие попало там катаракты людям. Они делают все не так в большинстве своем. Неверующие. А где ваша теща-то? Давай ее сюда. Она сейчас не дома, но я сейчас найду на это... Зови ее сюда, мы сейчас побеседуем с ней. Так, и еще такой вот вопрос, который я вам написал, сейчас я вам схожу. Ну она там говорит, что в церковь ходить не надо, а мы храм. Да, вот, на счет вот этого. А я смотрел ваш эфир, как вы говорили, что это обязательно без церкви. Обязательно. Дело в том, что и пророк Исаев, 57 глава 15-й стих говорит, он прибывает во святилище, но мы называемся храмом тоже. Этот храм главный. Тот разрушится, а этот храм воскресится. Мы, тело наше, храм. Но это не говорит, что не надо в церковь ходить. Она тут не права. Вот, и церковь судить по священникам и по тому, что там сейчас, к сожалению, творится, тоже неправильно. Что еще, повторите? Судить церковь ту или иную, исходя из священника, который возглавляет эту церковь, или людей, которые там занимаются небогоугодными делами и мыслями, это же неправильно судить по священнику церковь. Неправильно, неправильно. Ну, мне надо с ней поговорить. Она ревнует, видно, что она еретическая, она, видать, сектантка какая-то. К баптистам ходят или к иеговистам? Ну, не знаю, наверное, можно еще раз стих, вот, что про церковь надо ходить, вот. А что у вас это, Бунатьян Татарас, это у вас имя, фамилия? Я с вами неоднократно еще говорил, если помните, который вот я вам задавал, помните ли вопрос, который, если мы принимаем, что все от Всевышнего, от Бога, то как-то тогда дети почему вот рождаются и умирают вообще еще не... Это Бог делает, я вам отвечал на это, Бог горшочек. Да, 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 вот мы... Нам нельзя об этом даже говорить, Он мог сотворить, Вселенной не было, Океана не было, Скотины не было, Бог хозяин. Мы дожили только, Господи, слава тебе. Я помню ваш ответ, я помню ваш ответ, и вы сказали, если ты принимаешь это, то беспрекословно должен принимать... Да, 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 да. А вы какой... Вы по нации кто? Я армянин по нации. Армянин, да. Ну вот в Армении-то у нас там... Я сказал им, что мои книги находятся в Ереване, в Центральной библиотеке. Да, 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 я знаю об этом, я неоднократно смотрел и убеждался в этом через своих ребят, которые сталкивались с вашими книгами. Так тещи-то нету, где она теща? Давай, я вас примирю сейчас. Сейчас её нету, но я обязательно буквально на днях и... Мне можно звонить с четырёх ночи до четырёх дней по Москве. С четырёх ночи до четырёх дней? Да, по Москве. У нас-то в это время уже восемь утра. По Москве. Всё понял. По Москве. До восьми дня. В это время я дома. Я вас услышал. А можно ещё раз, пожалуйста, вот стих, который про церковь вы сказали? Что? Вот где написано в Писании про церковь? Церковь где? Исайя, пророк. Исайя. 57 глава, 15 стих. 15 стих. Да, Матфея, 23 глава. Клянущийся храмом, клянётся, говорит, живущим в нём. Бог живёт. Дальше. Третья глава. Деяния апостолов. Пётр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. Зачем они шли туда, если нельзя ходить? Это апостолы. Они шли в храм. Да, это так написано. Я вас услышал. Я вас услышал. Я благодарю вас за... Но, послушайте, мы за мёртвых молимся, но не надо думать, что он пьяница был или повесился, и теперь он в раю будет. Нет. Нет. Я это понимаю. Ну, каждая молитва за усопших в какой-то степени как бы вымаливает или пытается... Да, да. Запишите где. Запишите. Второе Коринфянам. Второе Коринфянам. Пятая глава. Второе Коринфянам. Коринфянам. Пятая глава, 10 стих. Пятая глава, 10 стих. 10 стих. И Евангелие от Луки, 16 глава. Это о покойниках. И Евангелие от Луки. Луки, 16 глава, 26 стих. 16 глава. Да. И ещё запишите. Евангелие от Иоанна. И Евангелие. Третья глава. Евангелие. Евангелие от Иоанна. Сам 26 стих. Третья глава. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нём. А Коринфянам. Второе Коринфянам. Говорит так. Всем нам надлежит предстать присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал. Он делал. Живя в теле. Добрый или худой. Не за меня кто-то делал, а я делал. Да. Ну, молитва даже за тех, которые уже физически как бы не пребывают с нами. Каждая молитва. Каждая молитва, да. О них в молитве. Молимся мы каждый день. Может облегчить или вымолить их грехи, но это не касается жёстким. Да, да. Мы молимся. Мы молимся каждый день за умерших. Молимся за рабов. Я молюсь за родителей, которые люди мне знакомы. Вот умер недавно епископ Евтихий. Мы за него молимся. Это утешает наши души. А что ему там поможет? Ну, это уж как Бог решит. Всё. Я вас услышал. Благодарю вас. Аллилуйя. Будь в здравии всегда. Бодруствуйте. Мы скоро с вами ещё раз увидимся. А вот скажите, у вас у женщин такое имя есть? Анаит. Да, да. Вот у нас сейчас одна армянка с нами здесь молится всё время. Ну, до того она хорошая. Это прямо, знаешь, красавица такая. И она работает, как сказать, ну, по дому всё помогает. В саду у генерала служит. И генерала. Он её сильно ценит. Хозяйственная. Хозяйцев всегда ценили и всегда хотели... Она хозяйственная такая. Хозяйственная. Скромница такая. Ну, настоящая христианка. Слава Богу, за неё и за всех достойных называться христианами. Да. Анаит звать её. Я вас благодарю. Вот. А у нас в Барнауле, у армян, храм называется во имя Святой Репсимии. Репсимия. Да, Репсимия, да. Я тоже венчался в Армении, тоже в храме Святой Репсимии называлась. У нас с армянами хорошие отношения. Я понял вас. Понял вас. Я вас услышал. Обязательно с тёщей вытягиваю за стол. Да, 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 да. Круглый стол. Чтобы она ручку держала в руках и бумагу, и всё записала. Обязательно. Благодарю вас. Ну, я вам отвечаю. Я не сам придумываю. Это Дух Святой сказал через Священное Писание. Святая Библия так говорит. А по ней, в этой Библии запишите ещё. Запишите Евангелие от Иоанна. Запишите Евангелие от Иоанна. 12.48. Иоанна. 12.48. Написано. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А раз по нему судить будет Господь, по нему надо и жить. Полностью, согласен. Согласен. Хорошо. Всё. С Богом. Отхожу. С здравием. Увидимся. Да. Хорошо. Заходите в гости. С Богом.